добрый день уважаемые слушатели хотел бы уточнить насколько меня хорошо слышно если связь хорошая дайте знать вроде все нормально значит сегодняшняя тема сегодняшней лекции дыхательная гимнастика имеет улучшение состояния после респираторных заболеваний это вводная лекция к обучающему курсу по дыхательной гимнастике в котором я вкратце хотел бы рассказать основные моменты основной концепции которые я планирую вам презентовать в последующих лекциях также рассказать о методиках которые возможно применять для восстановления дыхательных дыхания после перенесенных пневмоний вирусной антиологии в том числе и к вида сама гимнастика она трехэтапная состоящая из классической комбинации трех этапов первый этап реабилитации это лечение положением в 8 периоде вирусных вниманий то есть это использование различных модификаций прон позиции при которой собственно говоря идет оптимизация дыхательной функции пациента и человек скажем так становится намного легче что сказывается под на первым показателях его сатурации и собственно говоря вот мы проводили исследования и смотрели что не только улучшается сатурация но и улучшается микроциркуляция в сосудах головного мозга с том числе очень улучшается венозный ток второй этап медицинской реабилитации это восстановление дыхательных функций борьба со стеническим синдромом клиническими проявлениями хронической гипоксии в этом в этой лекции в этом разделе я буду рассказывать о диагностике паттернов дыхания по диагностике работы ревер и с учетом особенности биомеханики и нарушения тех или иных механизмов работы как ребер так и диафрагмы глубной и верхней апертуры мы будем подбирать упражнения которые этот объем движений оптимизируют и в третьем этапе реабилитации мы занимаемся подбором упражнений и дифференцированной составлением дифференцированных комплексов восстановление микроциркуляции системы внутренних органов почему потому что при пневмонии достаточно часто возникает осложнение в виде различных фаскулитов аперитов это приводит к ухудшению микроциркуляции не только в органах грудной клетки ну и внутренних органах полости живота в доминальной полости провоцируя тем самым формирование обострения скажем так даже обострения процессов хронических которые есть у пациента очень часто возникают осложнения в виде различных вегетативных сегментарных и надсегментарных дискуссий собственно говоря вот в этом разделе в этой лекции я хотел бы рассказать о методах коррекции и методах работы именно с симпатическим стволом с симпатическими гангриями восстановление собственно говоря трофики и микроциркуляции в которых влияет в принципе на все системы организма как маршрутизацию я взял методическую рекомендацию которая собственно горят у нас сейчас по лечению к вида потому что сейчас у нас непонятно то ли это ковид не мониторит и не когитну тем не менее это вирусной пневмонии поскольку есть у нас официальные рекомендации то как матрицей маршрутизатором я собственно говоря использовал те рекомендации которые дается у нас в основных методических пособиях то есть 2 3 здания значит соответственно три этапа у нас реабилитации и поскольку у нас три этапа то я собственно говоря и свои упражнения которые я вам хотел предложить вашему вниманию тоже разделил на три этапа соответственно первый этап это реабилитация в острый период течение пневмонии основные задачи какие состоятся это улучшение вентиляции легких улучшение газообмена прохиального клиренса нутритивной поддержки повышение общей физически выносивости пациентов коррекция мышечной слабости повышение мобильности биодолинный стресс синдром беспокойство депрессии потому что очень часто за счет выраженной гипоксии длительной гипоксии у человека возникают те или иные психические расстройства возникает страх потому что ситуация непонятная он по нему начинает задыхаться и собственно говоря это только усиливает вот эти все проявления стресса вы ну и нарушение конечно сна почему потому что для таких пациентов ночной ночь особенно в период царства вагуса начиная с часа ночи до 4-5 часов утра оно является конечно критически и для них они достаточно часто страдают нарушением сна почему потому что они понимают что когда наступает ночь соответственно все вот эти проявления они будут усиливаться ухудшаться они начинают выдыхаться и тем не менее опять же вот эти все положения они которые я представлю последующих лекций они помогают справиться в той или иной степени с этими нарушениями и преодолеть это не на условиях гипоксии особенно ночной период какие основные требования упражнениям согласно с методической рекомендации для пациента с нарушениями дренажные функции легких пневмониями это использование постурального дренажа то есть лечение положения продолжительность процедуры такой ситуации составляет от 10 до 20 минут зависимости от состояния пациента соответственно чем меньше тяжесть тем менее длительный пациент находится в этом положении достаточно там 10-20 минут полежать положение лежа на животе и собственно говоря это приводит принципе к улучшению состояния к оптимизации дыхательных показателей улучшениями по циркуляции он чувствует себя гораздо легче но когда это положение скажем так при средней либо тяжелой степени поражение легких это конечно цен приходится лежать практически целый день причем потому что в этом положении он гораздо себя лучше чувствует лежать целый день достаточно проблематично поэтому вот именно модификации промпозиции они являются очень важными почему потому что они позволяют течение всего дня проводить мобилизацию грудной клетки проводить мобилизацию диафрагм оптимизировать опять же двигательный паттерн и поэтому реже дренирование нижних отделов лежа на животе всегда комбинируется с положение симпсона с опущенным изголовьем то есть это положение пол боком и положение фаура лежа на спине с припотнятым изголовьем при этом конец головной конец постановится под углом 30-45 градусов и головной конец находится ниже ножного если такой возможности нету и не кровать допустим это в домашних условиях она не функциональная достаточно в принципе подложить под область таза подушку что собственно приводит к оптимизации следующим моментом который я хотел бы озвучить это является второй этап медицинской реабилитации в условиях как стационаров так и домашних опять же согласно методическим рекомендациям нашего министерства здравоохранения предприятия должны быть направлены на следующий момент на продолжение улучшения вентиляции легкого улучшение газообмена дренажной функции бронзов улучшение крово- и лимфообращения в пораженных долях легких ускорение процессов рассасывания зон отека либо фиброза уплотнения легочной ткани при воспалительных процессов профилактику возникновения атеректазов ну и спаечного процесса конечно само собой повышение обязательно общей выносливости почему потому что у пациентов хроническим состоянием гипоксии нарушение микроциркуляции конечно очень выражена стенический синдром пациентам ничего не хочется пациенты находятся в таком пространственном пространстве общей и собственно говоря конечно улучшение показателей выносливости имеет большое значение для дальнейшего восстановления пациентов опять же производится коррекция мышечной слабости то есть это упражнения как правило динамические либо упражнения статические общие упражнения также можно использовать специальные упражнения для коррекции мышечного тонуса и преодоление стресса беспокойство депрессии за счет опять же работы большей степени все-таки с дыхательной мускулатуры диафрагмы и опосредованное воздействие на опять же вегетативные центры работы с вегетативной нервной системы нормализация сна она продолжает быть актуальной на втором на третьем этапе точно так же как и на первом чем потому что это период отдыха период восстановления если он конечно сводится к минимуму чему хорошему не приводит причем люди достаточно долго скажем так находится в состоянии отсутствия нормального сна это связано с многими причинами в том числе усиливающуюся гипоксию ночью поэтому конечно нормализация сна имеет важное значение для восстановления пациента и улучшения его состояния значит основные упражнения это аппаратные системы различные которых достаточно много при этом допустим если мы используем то аппараты то это должно быть не закрытая система по принципу аппаратов то есть надувание перчаток грелок то есть использование тренажеров закрытыми контурами они как бы не очень хорошо сказываются на состоянии бонхолевочной системе слишком высокое давление создается а поскольку при пневмониях возникает ситуация когда скажем так нарушается гемостаз и высокий риск формирования тромбов то баротравма она возникновение баротравмы она совсем нежелательно поэтому лучше это выдыхание скажем так в воду с помощью трубок вот и скажем использование скажем так более мягких методик которые гораздо легче переносятся со стороны сосудистой системы тонколевочной системы целью улучшения аэрации легких используется значит рекомендуется использование элементов дыхательных систем гимнастики это гимнастика стрельника полное дыхание йогов цигун терапия также в рекомендациях включаются комплексы реабилитационных мероприятий направленных на мобилизацию репер методами иммунальной терапии остеопатии так у нас сейчас ситуация такая что скорость интернета падает я сейчас отключу видео и постараюсь скитовывать просто на слайды так вроде связь восстановилась значит какие мероприятия используются это мобилизация грудной клетки и ребер методами мануальной терапии остеопатии задача какая задача собственно говоря оптимизировать двигательный стереотип почему потому что движение ребер движение диафрагмы очень важно для бронходренажа и очень важно для отхождения мокроты для улучшения микроциркуляции в легких и для уменьшения опять же внутребродного давления миофасциальный релиз дыхательных мышц также необходим для чего для того чтобы снять гипертонус тех мышц спазмированных собственно говоря ну вот я в той лекции которую вам буду предлагать вашему вниманию я буду использовать постизометрическую реалциацию как метод работы с мышечным спазмом опосредованной работы с триггерными мышцами которые позволяют оптимизировать дыхательные паттерны не всегда проведение той или иной терапии оно оптимизирует состояние дыхательной системы и не всегда использование различных позиций динамических либо это лечение положением промпозиции постуральный дренаж они приводят к улучшению состояния поэтому есть определенные стоп-сигналы которые собственно говоря нужно учитывать при формировании комплексов индивидуальных комплексов с учетом особенностей и возрастных и с особенностей скажем так состояния опорно-двигательной системы дыхательной наличие хронических заболеваний и вот именно вот эти критерии опять же согласно рекомендации министерства здравоохранения это повышение температуры тела после проведения процедуры процедуры 38 градусов и выше усиление отдышки повышение частоты сердечно-сосудистых сокращений больше 50 процентов либо снижение то есть это у нас браги кардиен снижение сатурации ниже 93 или на 4 пункта во время осуществления перехода на самостоятельное дыхание без кислородной поддержки а чувство стеснения в груди рвота головокружение головная боль помутнение сознания потливость и неспособность держать бывают а также возникновение потребности в кислородной поддержке именно после проведения тех или иных мероприятий третий этап у нас задачи восстановление функции внешнего дыхания дальнейшая адаптация кардиореспираторной системе к возрастающим физическим нагрузкам подготовка больного к бытовым и профессиональным нагрузкам поэтому здесь очень на третьем этапе хорошо идут динамические упражнения общего характера то есть это и гимнастика опять же по бутейка гимнастика по стрельниковой вот скандинавская ходьба оптимальный вариант для того чтобы оптимизировать и синхронизировать работы диафрагм нашего организма это верхняя апертура грудная диафрагма поэтому скандинавская ходьба да она очень считается оптимальной я вот сколько смотрел различных семинаров именно на скандинавскую ходьбу именно на третьем этапе частично на втором в зависимости от степени поражения очень многие делают акцент также ускорение процессов рассасывания зон отека либо уплотнения тканей легочной профилактика возникновения от электаза спаечного процесса повышение общей выносливости пациента и коррекция мышечной слабости почему потому что опять же на третьем этапе станический синдром продолжает сохраняться беспокойство остается за счет длительного скажем выпадения из социума и нарушения обычного ритма жизни и выход скажем так из зоны комфорта конечно очень часто эти пациенты депрессия и апатика очень сильно выражена ну и нормализация сна по-прежнему остается тоже важным элементом в восстановлении пациента по-прежнему в рекомендуемых упражнениях это остаются аппаратные различные тренажеры позволяющие улучшить именно фазу выдоха у пациентов почему потому что чаще всего при пневмониях именно выдох страдает больше всего также используется гимнастика как я уже говорил ранее стрельниковый бутейка хорошо можно применять гимнастику полного дыхания йога в цигун очень хорошо идет почему потому что она позволяет восстановить объем движений и в ребрах и восстановить объем движений в диафрагмах и опять же использование разных положений рук и ног позволяет получить различные участки грудной клетки в акт дыхания миофасциальный релиз дыхательных мышц он принципиально важен почему потому что если у вас дыхательная функция нарушается движение ребер нарушается то вот эти все общие упражнения особенно кардиоупражнения направлены на улучшение выносливости функциональной выносливости они у вас будут скажем так динамикой будет не нехорошая и будете стоять на месте и у вас собственно прогресса не будет коррекцию мышечных триггеров дыхательная мускулатура опять же проводится методами мобилизации грудной клетки методами мануальных техник на диафрагмах что соответственно в комплексе конечно повышает общее функциональное состояние всего организма предстоящие лекции они будут проводиться в следующем алгоритме значит первая лекция это лечение положения после период вирусной пневмонии будет рассказана анатомия физиология и биомеханика работы грудной клетки и ребер с учетом этой биомеханики будет использовано дифференцированный подход для того чтобы включить и проработать разные механизмы движения обязательно будут рассказаны противопоказания к использованию кровопозиции и методической регионизации применения лечения положением с дополнительным использованием различных укладов которые позволят пациентам со средней тяжестью либо тяжелым пациентам достаточно эффективно проработать разные участки пораженных отделов легких и оптимизировать дыхательные паттерны ну и особенностью укладок в остром периоде вирусных пневмоний я расскажу именно о модификациях промпозиции о методах дополнительного воздействия усиления либо ослабления дыхания если допустим в курсе ребер нарушены с этой стороны либо у вас плохо идет дренаж модификация укладок они будут вставлены в этой лекции почему вообще вот метод бутейка я смотрю вопросы задают стрельниковый йога они не используются в общем в первом этапе то есть при выраженной лихорадке при выраженных нарушениях дыхательных систем ну потому что есть как бы относительные противопоказания для проведения лечебной физкультуры которые уже давно-давно прописаны и собственно говоря вот эти все методики они больше подходят все-таки в подостовый период уже во втором этапе реабилитации там их можно осторожно но в полном объеме применять а в острый период конечно они подходят противопоказания соответственно если у нас опять же при пневмониях идет ухудшение состояния со стороны внутренних органов то есть обостряются хронические заболевания то конечно эти методы очень надо осторожно применять в острый период заболевания лечение положением является самым одним из важных моментов реабилитации больных с вирусом пневмонии пациентам приходится практически целый день лежать искать то положение при котором им становится легче и собственно говоря поиск этих положений представленный алгоритм он поможет гораздо проще ориентироваться в тех положениях которые можно принять пациенту для того чтобы облегчить его состояние рекомендуемых министерством здравоохранения рекомендациях практических промпозиций как метод дренажа коррекции восстановления дыхательных функций в остром течении пневмонии он прописан уже достаточно давно причем в первой самой методическом рекомендации по восстановительному лечению собственно говоря продолжает несколько коррекции вышло и продолжает быть актуальным и собственно говоря вот эта модификация промпозиции она конечно является важным моментом в восстановлении дыхательной функции больных на фоне принесенных внимания эти положения давным-давно уже известны то есть лечение положением промпозиции они у нас подписаны с начала 80-х годов это все в методических рекомендациях но не все вот эти положения возможно применять при вирусных пневмониях когда нарушается показатели свертой мусти крови тромбоцитов когда становится очень много когда есть риск тромбозов поэтому собственно говоря вот первые лекции посвященные особенностям модификации особенностям применения промпозиции в остром периоде я более подробно об этом расскажу это положение значительно улучшает функциональное состояние дыхательной системы что положительно влияет на показатель сатурации способности оккупирования гипертермии при лихорадке почему потому что опять же дыхание это же способ у нас коррекции температуры тела то есть у нас процент около 10-20% в зависимости от типа дыхания активности значит внутреннюю температура она собственно говоря идет купирование за счет именно дыхательной системы то есть теплоотдача идет именно за счет дыхания к сожалению находиться долго в положении на животе в течение всего дня затруднительно поэтому собственно говоря пациенты начинают искать те или иные положения и вот этот алгоритм и я более подробно собственно говоря в первой лекции и расскажу с чем это связано как влияет положение рук и ног на включение тех или иных механизмов дыхания также на дренажную на дренаж влияет большое значение включение тех или иных механизмов движения ребер у нас ребра двигаются в нескольких плоскостях то есть движение в фронтальной плоскости это движение ручки насоса движение в сагитальной плоскости представленное ниже лежащих слайдах оно похоже на ручку ведра а также есть еще и дорзовентральное смещение ребер за счет изменения положения головки вреда на позвоночных суставов собственно говоря и вот от этого положения ребра и отсутствие движения либо наличие движения очень многие моменты зависят именно в паттерне движения и работы грудной клетки собственно в лекции я расскажу о диагностике то есть как определить какое движение отсутствует как его откорректировать какие упражнения именно самостоятельно пациент может выполнять для восстановления того или иного движения то есть либо при его отсутствии либо для его усиления либо купирование опять же повышенного движения как правило это все чаще всего при внимании конечно это либо уменьшение движения в сторону или плоскости либо его полное отсутствие но опять же фазы вдоха и выдоха там они включают различные группы мышц и включаются за счет активации тех или иных межребренных мышц из мышц вспомогательных синергистов либо верхние либо нижние рюки тоже об этом дополнительно будут рассказывать в обучающем модуле представлены модернизации укладок лечения положением который позволяет создать дренаж в разных отделах легких начиная с первых дней заболевания при легохорадочных состояниях в условиях низкой сатурации и в условиях именно гипертемии модуль дается алгоритм о влиянии изменения положения рук и ног пациента который активизирует фазу вдоха и выдоха в различных долях лёгки в зависимости от локализации поражения то есть в каком-то положении активизируется движение по типу ручки на слух в каком-то положении активизируется движение по типу ручки ведра в каком-то положении активизируется движение ребер и движение грудной в дорзовентральном или вентродорзальном положении опять же с учетом особенностей биомеханики у того или иного пациента второй этап реабилитации это вторая лекция восстановление дыхательных функций борьба с астеническим синдромом клиническими проявлениями хронической гипоксии в следующем на следующем слайде представлен план реакции начало проводится рассказывается о диагностике нарушения биомеханики движения ребер то есть как определить какое ребро встает какое двигается худшим скажем так алгоритм справа и слева еще раз более подробно расскажу о том как включить те или иные ребра в двигательный паттерн как их промобилизировать опять же не с помощью оператора а именно аутом мобилизация с самим пациентом будет рассказан алгоритм составления упражнения с учетом индивидуальных особенностей грудной клетки динамические упражнения опять же на восстановление паттерна движения ребер после зометрической релаксации спазмированных мышц для улучшения и закрепления двигательного стереотипа которым собственно говоря было нарабатывать аутом мобилизации обязательно реэдукация двигательного паттерна то есть контроль смотрим будем смотреть как те или иные упражнения влияют оптимизируют либо не оптимизируют либо что-то нужно добавить для того чтобы включить грудную клетку в правильное дыхание ну и массаж дополнительно после перенесенных внимания я расскажу особенность проведения массажа это будет представлены в виде схем значит физические упражнения являются важной частью восстановления здоровья после тяжелого заболевания вызванного вирусным поражением поэтому в реабилитации используются как динамические упражнения так и статические но я в большей степени буду рассказывать о применении специальных упражнений которые опять же еще раз повторюсь будут восстанавливать и оптимизировать двигательный патрон двигательный патрон нарушение движения ребер позволяет определить наиболее декомпенсированные участки грудной клетки определить тот участок которым нарушены движения в той или иной плоскости активизировать амплитуду движения вдоха и выдоха в конкретном участке дифференцирован за счет опять же укладки и проведения как статических так и динамических упражнений ну и оценивать эффективность проводимой терапии за счет общего состояния движения грудной клетки в фазе вдоха и в фазе выдоха в обучающем модулю представлены дифференцированные и общие динамические упражнения позволяющие оптимизировать дыхательную функцию легких которые позволяют справиться с эстетическим синдромом и клиническими проявлениями вегетативных нарушений почему потому что собственно говоря оптимизация работы грудной клетки влияет и на микроциркуляцию в области шеи и напрямую влияет на венозный отток через синусы головного мозга что собственно говоря очень благоприятно сказывается при условиях хронической гипоксии у пациентов на микроциркуляцию и трофику головного мозга что очень очень хорошо именно в условиях вирусных пневмоний с хроническим нарушением дыхания и хронической гипоксии и соответственно она еще влияет на работу внутренних органов тех внутренних систем органов которые завязаны на диафрагме пост изометрическая релаксация позволяет снять спазм с наиболее спазмированных мышц и восстановить микроциркуляцию в мышцах и в мышцах спазмированных и улучшить физиологию с помощью грудной клетки тоже выполняется самостоятельно то есть в модуле будут даны именно аутопиры которые пациент может самостоятельно выполнять задача оператора просто продиагностировать и определить те или иные упражнения которые можно собственно говоря использовать для оптимизации дыхательного паттерна актуальность сочетание реэдукации и статических упражнений позволяет оптимизировать двигательный стереотип и паттерн дыхания научить человека более физиологично более правильно дыхать использовать именно смешанный тип дыхания ни верхней грудной ни нижней грудной а именно смешанные дыхания что в условиях именно пневмонии поражения легких нарушения микроцикуляции изопции воздуха пораженных участков имеют большое конечно значение неотъемлемым элементом комплексной реабилитации является массаж массаж проводится с целью восстановления микроциркуляции и создания условий для бронходренажа значит в этом модуле будет представлен массаж после перенесенных вирусных вниманий я дам схемку выполнения массажа то есть основной этап вводный этап основной заключительный с учетом особенностей скажем так микроциркуляции и биомеханики работы легких и грудных клеток третий этап реабилитации будет включать в себя восстановление микроциркуляцию системы внутренних органов профилактику ослабления вирусных фаскулитов и профилактику возникновения полинейропатии вирусных тоже которые собственно говоря сейчас на фоне существующих сейчас на данный момент пневмонии очень-очень многое становится вот и собственно говоря опять же по патогенезу очень сложно сказать механизм но вот я решил зайти с точки зрения именно декомпрессии вегетативной то есть создание условий для улучшения циркуляции в симпатических ганглиях значит создать условия для улучшения именно микроциркуляции и профилактики возникновения именно полинейропатии к сожалению отдельные отдаленные последствия после перенесенных инфекций встречаются достаточно часто вирусные опять же воскулиты приводят к нарушению кровообращения трофики в органах в органах душной полости приводя к обострению хроническим заболеваниям нарушение микроциркуляции в грудной клетке головного мозга приводит к острым нарушениям кровообращения в головном мозге соответственно достаточно часто смертность очень высокая инфаркта провоцирует сегментарные вегетативные дисфункции то есть панические атакты синдромы вегетативных дисфункций различных это то что собственно говоря опосредованно связано опять же с нарушением работы ребер дуги работы ребер работы органов грудной клетки и нарушения паттернов дыхания в обучающем модуле представлена дифференцированная гимнастика направленная на декомпенсацию и восстановление работы основных сегментарных ганглиев грудной симпатической ганглии вверщатый узел при вегетативных сегментарных дисфункциях ну и посредованно конечно упражнения расскажу для работы на вегетативных симпатических ганглиях грушной полости дифференцированная гимнастика позволяет снять гипертонус наиболее спазмированных мышц восстановить микроциркуляцию во внутренних органах и системах оптимизировать физиологическую экскурсию грудной клетки основных диафрагму организма систематизация и дифференцированное применение упражнений позволяет восстановить микроциркуляцию не только в органах дыхательной системы но и в живудочно-кишечную тракт и мочковоловой системы опять же за счет декомпрессии сосудистомерных кучков за счет улучшения экскурсии и экскурсии грудной клетки за счет восстановления симметричности работы тазовой диафрагмы а также верхней температуры потому что совместная работа имеет очень большое значение для микроциркуляции профики именно висцеральных систем в модуле предлагаются упражнения для оптимизации работы грудной клетки тазового диафрагма упражнения позволяющие улучшить работу верхней грудной тюртуры упражнения на освобождение грудного симпатического ствола и динамические упражнения на синхронизацию работы диафрагма также будет представлен массаж который применяется при гастритах и язвах язвах желудка и двенадцатиперстных кишки схема вводного этапа основного и заключительного массаж при нарушении работы желчеводелительной системы печени массаж при нарушениях работы кишечника в схемах и массаж при вирусных полинейропатиях которые позволяют именно улучшить микроциркуляцию в грудном симпатическом скволе остановить работу диафрагм улучшить микроциркуляцию во внутренних водах благодарю за внимание есть вопросы задавайте их в чате сейчас так посмотрю у нас всего два вопроса полезно полезно ли надувание шариков собственно говоря я уже про это говорил достаточно большое давление создается при надувании шариков и использование закрытой системы приводит к риску возникновения баротравмы поэтому как бы неживательно когда можно подключить посещение головокамеры но барокамерная оно собственно говоря все индивидуально но это обычно с учетом особенностей пациентов это скорее всего третий период если какие-то особенности количество сеансов будет оптимальным я не могу вам ответить на этот вопрос некомпетентен и напомнить напомнить какие сроки каждого этапа опять же все это собственно говоря индивидуально в зависимости от наличия хронических заболеваний в зависимости от наличия тех или иных осложнений потому что внимание это вы может быть и полечили другие методы другие скажем так заболевания они конечно могут появиться и осложнить течение самого процесса и повлиять именно на сроки и периоды перехода с одного этапа реабилитации в другой как насчет соляной комнаты да соляная комната очень хорошо она собственно говоря достаточно эффективно помогает восстановление тонхолебочной системы ну тема все-таки моего доклада и моя лекция это все-таки дыхательные упражнения если есть какие-то еще вопросы задавайте пожалуйста готов ответить так ну вопросов нету сейчас еще посмотрим так еще вопросы появились ваше мнение по поводу ходьбы на четвереньках да очень хорошее динамическое упражнение уже можно его использовать на втором этапе реабилитации в зависимости от степени тяжести конечно поражение бронхолебочной системы в принципе отлично упражнение оно распомогает оптимизировать работу как тазовую диафрагму так и верхнюю сколько минут нужно лежать в каждой позиции на животе но согласно рекомендациям время пребывания от десяти до двадцати минут если скажем так человек в сознании то положение выбирается то которое оптимизирует именно отхождение мокроты вы это можете ощутить по собственно говоря по кашлю как появляется кашель начинает мокрота собственно говоря вы в этом положении зафиксировались минут на десять потом положение меняете ищите другое положение периодически отдыхаем твои возможности восстановиться если человек находится на аппарате игров конечно кашель вызывать нельзя потому что очень негативно скажется на его состояние то самое первое можно делать после пневмонии но опять же на каком этапе я не знаю я вот собственно говоря как вот вижу эту ситуацию как согласно рекомендациям все таки именно во время пневмонии это лечение положением после перенесенных пневмонии это очень важно имеет значение восстановление объема движений в ребрах и восстановление работы диафрагмы грудной в частности диафрагмы потому что это принципиально важное имеет значение дышать через трубочку в воду полезно на первом этапе при легкой степени может быть и да при средней тяжелую я думаю что не стоит почему потому что там настолько выраженный астенический синдром что не всегда это возможно не всегда это приносит увеличение вообще показателем это мое мнение оптимизации правильное упражнение неправильное упражнение это все таки сатурация можете замерить сатурацию до упражнения подышать в трубочку а потом уже можете замерить упражнения сатурацию после есть у вас сатурация оптимизируется улучшение стороны сатурации и частоты дыхательных движений нету не повышается температура не усиливается одвижка тактик ордей не усилились сабрали карди то, пожалуйста, можете на первом этапе использовать трубочку для именно дыхания. Кто скажет тяжесть поражения? Спрашивают при выписке из больницы, ну, у вас КТ будет, и на КТ, собственно говоря, объем поражения КТ-1, КТ-2, КТ-3, они, собственно говоря, определяют. Ну, опять же, поражение определяет, сультурация, это все, в принципе, прописано в методических рекомендациях по реабилитации больных с вирусными пневмониями. Тут, как бы, ничего такого нету. К вашему отношению к технике фрового, тренажеру фрового? Мне этот тренажер нравится, я считаю, что да, он отлично, его можно использовать, тем более, этот тренажер прописан в официальных рекомендациях Министерства здравоохранения на 2-3 этапе, поэтому, собственно говоря, замечательный, хороший тренажер, но, опять же, все должно быть в меру, не нужно дифференцировать, что и когда использовать. Так, сейчас посмотрю еще вопросы. Вопросов больше нету. Благодарю за внимание. Надеюсь, что встретимся на лекциях, на вебинарах. Спасибо. 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 Спасибо.